Матерь Божья Мир вам и Божье благословение! Мы много говорим с вами о Матери Божьей. И она проявляет свое участие в нашей жизни чудотворными иконами, изображениями, но Матерь Божья одна. Но есть эти иконы, а они все чудотворные, особые иконы с особой историей, и одна из них Иверская икона. Иверия – это Грузия, которая пришла в Иверские монастыри на Афоне, не в Грузию, а на Афоне, и там находится. И обращаясь к Иверской иконе, мы просим самого главного – торжества, над дьяволом, который возбуждает ненависть между народами. Иверская икона явилась, когда была страшная вражда между христианами. между христианами и дала знак. И монахи молились, и прошло то страшное время иконоборчества. И сейчас мы молимся перед этой иконой о мире на Кавказе, в России, потому что она очень близка русскому народу. Как и грузинский народ для нас очень дорог и близок. В болезнях, за младенцев, чтобы не было землетрясений, она в этом плане, Матерь Божья как бы через эту икону особо показывает, когда может произойти землетрясение на Афоне горы, море. И такое явление может всегда проявиться. И, конечно, это защита воинства, которое стоит за правое дело на защите своего Отечества. Будем молиться Матери Божией Иверской, иконе ее, и будем получать то, что мы просим, когда это справедливо и правильно. Бестрастие достигается великими подвигами. Но каждому человеку это открыто. Достигается духовными упражнениями, молитвой, глубокой религиозностью. Поэтому нам, живущим в миру, нужно достичь терпения со своими страстями. И достигать понимания вреда от наших страстей, которые нам наносят. Да, любой верующий человек с глубокой верой достигает и таких людей вокруг нас в храмах, в своих квартирах, домах, пожилых и молодых и немало. Ведь бесстрастие – это значит наполниться любовью к жизни, к людям, к терпению и глубокими знаниями. Что же такое человеческое счастье? Но это большой труд, терпение и бесстрашие. Помоги Господи, кто на такой путь становится. Хотя все верующие православные призваны к этому. Как получается, каждый знает сам. Еще раз говорю, помоги Господи достичь такого состояния. Всем нам! Влияют ли на судьбу ребенка ранние аборты матери? Первое, хочу сказать, дорогие мои, никакой судьбы нет. Это языческое представление. Понимаю, что под этим выражением мы понимаем бытие существования в этом мире. Аборты только самой матери приносят великую скорбь и боль. И после аборта у женщины рождает одного, и второго, и третьего ребеночка. Это ей благословение. И младенцы, которые рождаются, никак не участвуют в убийстве своих братиков и сестричек, которые совершались раньше их. Поэтому это ложь, когда начинают говорить. Но благословение материнское детям, оно действительно устраивает жизнь и благословляет. Когда женщина погружена в печаль о своих абортах, она забывает по-настоящему жертвенно молиться о своих детях, которых родила. И вот эта вот недодача благословенной молитвы своим детям может нанести определенную скорбь и печаль. Поэтому, молясь за свой грех аборта, усиленно молитесь о детях, которых вы родили. И будет счастье вам и земное счастье, и небесная жизнь вашим деткам. Мир вам и Божье благословение. Аборт и дьявольское измышление. От времен Адама и до сего дня это страшное явление присутствует в жизни людей. И нельзя ни осуждать, ни проклядать ни мужчин, ни женщин. Нужно с этим бороться деторождением, давать жизнь детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова